Здорово бойцы! Всем привет! От гвардии старшего прапорщика Закидухина. А кто мне скажет что это такое? Кто сказал что это роги прапорщика Закидухина? Обалдели что ли он цепух? Я тебе дам сейчас! Пора же отличать роги прапорщика или комбата от рогов диких копытных животных. Ладно поехали. В общем сегодня будем делать такую вешалочку с вами для дома, для семьи, чтобы командиру повесить бушлатик, берет и тельняшечку. Вот такая удобная вещь, полезная будет у нас сегодня. Сейчас мы с вами ее сделаем. Ну и за одним пацаном расскажу вам, гвардейцы, про нашего комбата майора Кобылина. Эй, классный мужик, а! Вот майор Кобылин, а! А помню такой случай был. Идет майор Кобылин по плацу. А у десантника судьба порой. Коротка, как рукопашный бой. А на встречу ему боец бежит. Ну иди сюда, боец. Он говорит, товарищ гвардер мой, ну иди сюда, бери лом и чистый пласт. Он говорит, товарищ комбата, я же это, на почту меня послали, чтобы конверты, письма бросить в ящик. Бегом схватил лом и на почту. Ну, комбат мужик-то добрый отвернулся, а парень-то вообще и превратился в тачку на горизонте. Вот такая у нас майор Кобылин. Да, пацаны. Сейчас будем полочку винтить и сварить. А еще помню случай, когда комбат наш, одного известного артииста, приглашал в наш батальон. Ну, смотрите сами, что из этого вышло. Ха, занимательная штука была, пацаны. Филя, Киркоров, ты меня слышишь? Обращение к тебе, братуха. Значит, я смотрю, ты неравнодушен к воздушно-десантным войскам. Поэтому решил записать для тебя личное приглашение от комбата Кобылина. Командир отдельного парашютно-десантного батальона. Приглашаю тебя в свой батальон. Там тебя прапорщик Закидухин быстро научит. Есть из солдатской фляжки. Отставить из котелка. Драться. Саперными лопатками прыгать с парашютом. Прежде чем придешь в наш батальон, сбрей свою басурманскую бородку и все остальное. Немного побудешь чешком. Потом духом ВДВ прыгнешь три раза с парашютом. А четвертый раз без парашюта. С вертолета по веревочке спустишься. После этого я конкретно вручу тебе значок парашютиста и голубой берет десантника. Вот этот значок парашютиста тебе вручу. Вот этот, вот этот песчанок-висюльку с одним прыжком. Это самый главный значок для любого десантника. А все остальные всякие отличники. Инструктора, парашютисты, да потом. Поэтому, Филя, ты нормальный пацан. И ты гнешь за ВДВ. Понимаешь наш юмор. Поэтому приглашаю тебя в отдельный парашютно-десантный батальон к майору Кобылину. Не забудь, адрес тебе вышли по СМС. Жду. И в конце всего, дорогой мой Филя, братан, ты получишь берет в ВДВ. Один раз пришел ко мне в роту жжон. Да не просто жжон, пацаны. Жарный такой, негр. И говорит, товарищ командир, боюсь прыгать с парашютом. Но я его 10 раз с вышки опихнул под задницу. Он у меня ведь самым лучшим парашютистом стал. Рубнись. Смирно, рота. Больно. Солдаты. Вы прибыли в воздушно-десантные войска. Подняли руку. Кто на гражданке прыгал с парашютом? Чего? Один, два. Обе руки не поднимать. Идиоты. Ладно, научим. А теперь поднять руку. Кто боится прыгать с парашютом? Ты кто? Я. Кто тебя как зовут, а рядовой? Джонс. Рядовой Джонс. Джонс. Охренеть. Ты откуда прибыл? Я прибыл из Калифорнии. С Америки. Да ёкарная кукушка, а. Я должен был поступать в Московский университет дружбы народов имени Патриса Лубубы. А меня привезли в Рязань и записали в училище ВДВ. Вот есть. По культурному обмену? Ох, ё-моё. Ладно, Джонс. Я научу тебя прыгать с парашютом. Я хочу есть. Я очень хочу есть. В рот пищу. В рот есть. Что ты все есть да есть? Жрать хочешь? Отвечать командирам так точно. А рот для приема пищи в рот. Понял. Так точно. Завтра первым прыгаешь с парашютной вышки. Так точно. Я научу тебя родину любить. И Рязань. Мать ВДВ. Так точно. Родину любить. И Рязань. Столицу ВДВ. Мать тежа. Так точно. Разойдись, рота. Сейчас служит командиром полка в своем США. В Калифорнии письма мне пишет. Говорит. Товарищ гвардии прапорщик. Я как вас люблю и помню ваши уроки. Ай. А Джон. А. Ну Джон. Эх. Кого только не понаберу. Да? Не просто так тут завинтить-то эти штуки-то. Сноровку надо иметь, пацаны. Так. Походу осталась одна штука. Ну. Отверстия калибром 5.45 уже намечены. Осталось только привинтить. Я вам так скажу, пацаны. Прапорщик Закидухин ваш. Он ведь не только это. Раз, два, деливали, троливали. Равняйсь, смирно. Он у вас это. И по столярочке умеет кое-что руками делать. А был еще такой случай у меня. Это когда мы молодые были с комбатом вашим Кобылиным. Оба пацаны. Я старший сержант. Он сержант. Ну и поехали мы с ним в школу прапорщиков поступать. Ну а этот Кобылин. И Ванька. Он значит ногу подвернул на последнем прачке. И не поехал. А я поступил в школу прапорщиков. Но зато через год Ванька поступил в Рязанское десантное. И теперь он комбат наш. А я так и остался старшим прапорщиком. 36 календарей. Так вот, ребята. Подвернуть ногу это не самое страшное. Самое страшное это остаться в нашей армии. Старшим прапорщиком ВДВ на всю жизнь. Мотайте на ус, пацаны. А еще был у нас в роте. Один солдатик. По фамилии Жуткин. Ой. Ну и лицо. И морда лица была у него такая. Его потом мы да. В разведроту перевели. Уж больно на это. Ну сами смотрите. Это вообще. Такого не увидите никогда. Ха. Круто. Занятие закончилось. Снять противогазы. Рядовой Пупкин. Я смотрю тебе весело. Я же тебе команду дал. Снять противогаз. Товарищ майор. Я и не одевал противогаз сегодня. Нет. Эй. Это у меня лицо такое. Я не смеюсь над вами. У меня папа клоун был. Ха. Понаберут же войска, а. Ёки-палки. Смех распирает. Слушай, и ты иди хоть, солдатик, мылом лицо умой. Есть помыть лицо с мылом, товарищ майор. Я же смотреть на тебя не могу. Ха. Есть. Это вообще, пацаны. В общем, это. Смотрите, какая палочка получилась, да? Сейчас мы её испытаем. Смотрите, пацаны. Оп. Красотища. Лазер. А-а-а. Хе-хе. Сват. Прибыли, голубчики. Становись. Три шаренги. Рысь. Шина. Выронили носки. Приступаем. К строго подготовки. Рысь. Смирно. Да стоп. Ну чё, Мурсиков? Чё ты хочешь, рядовой Мурсиков? А сам не догадываешься, зачем тебе строевая подготовка? Строевая подготовка, солдаты. Нужна, чтобы ноги постоянно были заняты физическим трудом и работой. Второе. От строевой подготовки не бывает кариеса. От ваших дурацких посылок из дома бывает. Всё понятно? Брошу. Брошу. Ширно. Налей. Фу. Шагом. Марш. Песню. Песню запи. Песню запи. Светить соколы орлами, полно горе горевать, то ли дело под шатрами, поле лагерем стоять. Стой. Кругом. Здравия желаю, товарищ майор. Шагом. Марш. Раз. 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 Два. Два. Три. Стой. Ширно. Встречаем командира. Товарищ гвардий майор, прапорщик Закидухин, старшина второго роты проводит час строевой подготовки. Здравствуйте, гвардейцы-десантники. Хороша отвечаете, братцы. Ура. 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 Есть. Старшина, роту на обед. Ко мне. Вольно. Есть. Может комбату подарить, а парни, кобылину, подарим комбату. Я ж помню, как он меня в генерал-полковнике произвел, пацаны. Вот сейчас все сами увидите. Ха, это занимательная была штука. Ох. О, и скорые, на кем они реке? Живут ребята смелые, они из ВДВ. Тельмяшки небо синего и голубой берет. Одежные и красивые, пацанов на свете нет. А слава ВДВ. Обращайтесь, обращайтесь. Аудисатика судьба порой. Коротка, как грубо. Ох. Генерал. Товарищ гвардий, генерал. Че? Ты че, прапор, а? Товарищ гвардий майор. Товарищ гвардий майор. ты чё прапор прапорщик закидуха по вашему приказанию прибыл ты чё нацепил в погоны себе звезды больше чем у меня майорские товарищ майор это самые маленькие звездочки которые есть в оенторге они мне так и сказали теперь у лейтенантов такие звездочки чего ты чем занимаешься туда завтра чтобы этих звезд не было здесь тебя есть сниму со старого кителя запыленного и пришпандорю сюда да да иди сними я проверю нацепил тот блин я щас генералом перепутал блин старшина виноват есть виноват есть больше отвечать не буду так точно прапорщик ты чего ты сколько в армии служишь 36 календарей а ты чё здесь делаешь никак нет не правда шатаюсь проверял гаражи с бмд чего и сколько у нас их бмд конечно нафиг меня твои рд сколько бмд один мало но зато бегает как засть по полям один бмд старшина ты чё вырядился так это чё у тебя там такое фельдегерская связь а чё такое первый разряд по гиревому спорту кандидат мастера полсотни прыжков с парашютом ну ты батья даешь у меня у меня 36 всего вот это вот это срочка 12 прыжков вот это рязанское училище 22 прыжка а вот это я уже тут офицером блин один прыжок прыгнал а это вот это ностальгия а это до 1 разряда кмс кмс но это по хоккей по футболу до 55 прыжков еще в союзе отпрыгал номер в дм и часто вас парашютов нету по веревке все да и веревок скоро не будет вертолет один остался бмд-1 дружиник да да а это еще это очень гордий майор это но это понятно к празднику подарили мне 70 лет советской фельдегерской службе связи но сейчас начинал фельдегерская служба срочная потом в д.в. но там тоже служили нормально да это а это рационализаторская луриат премии за технический прогресс 1977 года это до армии еще пацаном был да пацана чё там придумал какую-то ступо это это так а это ударник тяжелого машиностроения ну это я на заводе работал тоже до армейки ну а чё делал это знак ты чё ты чё в афгане был что ли батя да ладно афган афган понятно да да какой я герой командир какой я герой а я ж не знал отец родной ты ты посмотри ты посмотри вот я тебе чё сделаю держи от командира батальона майора кобылина держи медаль отец родной это ж почти орден герой советского союза маргелов сто лет василию филипповичу батя не забуду никогда в этой выросли звезды не менять дырки делай еще для одной звезды и ты был меня дырочки сверлить старший прапорщик здравь желаю рад стараться служебском союзу расширить и заступать в наряд по столовой ужин уже надо проверить все да это так это я дежурный по батальону так прапорщиков сократили всех я один остался вот каждый хожу по удержишь дежурным вчера был по по штабу сегодня по кпп и по автопарку отдела заступаю один я прапорщик на все посты кпп автопарк столовой сегодня все мои да я привык уже да ладно да ладно сколько если 36 лет с 84 года по 2020 36 лет в войсках да я не гонюсь за званием товарищ майор ну что зачем это все без вопросов безо мне все нравится комиссия приезжает там комиссия приезжает да расформировать нет не расформировать знамя менять будут наше наше боевое знамя будет менять до новое твой знамена менять лучше бы расформировали тубля не говоря мать честная блять лучше бы расформировали . 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 нашему комбату на день рождения раз и подарила такую штук ну все ребята учите материальную часть я пошел не забывайте что я вам тут